Приветствую Вас, Евгений. Я прочитал Ваш вопрос, не только этот, но и предыдущий. Предыдущие вопросы Вы задавали в разделе эзотерики, они были достаточно короткими. Мне кажется, что задавая похожий вопрос в разделе психологии, Вы несколько не понимаете сути того, как работает психолог и как работает вообще психология. Психология отличается от эзотерики тем, что в ней применяется научный подход, такой как анализ, синтез и прочее, и сбор информации. И сбор информации, собственно, для анализа является основным отличием от эзотерического подхода. В Вашем тексте, В Вашем вопросе отсутствует, самое главное, отсутствует информация в полном объеме, которая необходима для адекватного ответа на Ваш вопрос. Во-первых, если молодой человек – это Вы, то отдельным пунктом заслуживающим внимания психолога является то, что Вы говорите о себе третьем лице. Дальше, если Вы не тот молодой человек, а говорите о другом молодом человеке, то необходимо понять, кто Вы этому молодому человеку. Наконец, все, что касается молодого человека, необходимо узнавать у него непосредственно, а не у Вас. Не через третье лицо, в данном случае Вы выступаете третьим лицом. Наконец, то, о чем Вы пишите, называется эмоциональными качелями. Эмоциональные качели происходят от того, что человек недопроживает и недовыражает свои чувства. Это первое и второе. Существует такая проблема, когда в детстве ребёнка могут за одно и то же ругать и за одно и то же могут ребёнка хвалить. Такое бывает, такое происходит, когда за одни и те же действия ребёнок получает как похвалу, так и, соответственно, ругать. То есть, как позитив, так и негатив иметь место быть. Можно в этом случае вести речь о том, что у ребёнка нарушено адекватное восприятие того, что есть хорошо, а что есть плохо. Отсутствует у ребёнка понимание того, что правильно, а что неправильно. Отсутствует у ребёнка уверенность в собственных чувствах и в чувствах других людей. Присутствует постоянная тревожность, постоянное ожидание чего-то плохого, постоянное напряжение, что и порождает подобные эмоциональные качели. Одно и то же человеку может как раздражать, так и вызывать эйфорию. И в данном случае мы говорим о таком вот своего рода расщеплении человека за счёт звучащих в разнобой голосов родных людей, близких людей. Людей, мнение которых имеет вес, имеет значение. И именно это является основанием для подобных перепадов настроения у молодого человека. Здесь, соответственно, необходимо работать в рамках транзактного анализа для того, чтобы отделить звучание голосов в голове человека, вот, и научиться с этими голосами договариваться. Вот, в принципе, такая история. Что касается того, что молодой человек ходит, огрызается и хамит, что это защита, это защита, это форма защиты, которая возникает в ответ на то, что человеку кажется угодным. Угрозой. Весь вопрос заключается в том, почему, именно почему эта угроза присутствует, то есть, ну, почему она имеет, грубо говоря, место быть. В чём появляется эта угроза? В чём видит человек свою слабость? Вот это нужно выяснять. Выясняя это, вырабатывая отношение к этим вещам, выражая свои чувства адекватные и беря личную ответственность, а также отграничивая себя от других людей в том числе и в голове, будет происходить процесс исправления данной ситуации. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...